Именем революции наводите порядок. Жесточайшим образом. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Хреново. А почему, расскажите. Потому что я давал присягу Советскому Союзу. И как это связано? Присяга, прочитайте. Так вы нам расскажите. Показать, нет. Расскажите, как связана гетеросексуальность с присягой? Нет, присягу прочитайте. Советскому Союзу, потому что я офицер и присяга. Хорошо, а вы теперь расскажите, почему вы против? Что в этом такого? Да я вообще не против и не за. А как тогда? Каждый сам за себя и все. Если он служил в армии, все он мужчина. Ты служил мне? Не? Не мужчина? Не. Только мужчина тот, кто служил? Инвалид, значит. Ну, а зачем он вам нужен тогда, как женщине? Если он не служил, значит он инвалид. А? Не? А вот среди ваших друзей и знакомых есть ли люди с гетеросексуальной ориентацией? Не, вообще. А как вы считаете, как к таким людям должно относиться общество? Да мне фиолетово вообще как оно должно. Ну а вы конкретно как относитесь? Пускай живут отдельно, я отдельно и все. Я курю, выпивая 100 грамм, и все, и трендец, мне кофе. А отдельно это где, например? Отдельно это где их поселение? Отдельно общество, отдельно. Но я с ними не связываюсь. Ну, черт, у меня не бывает такого, чтобы я с ними там... А, что он гетеросексуал? Нет? А? Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Положительно. Нет у вас отрицательных каких-то ощущений? Ну, если они жить не мешают, тогда положительно. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Я думаю, нормально. Что здесь такого? Ну, то есть, единственное, чтобы об этом не кричали, наверное, на каждом углу и не... ну, то есть, не перегибали палку, что ли. Ну, вот. А, по сути, наверное, это те же люди. А среди ваших знакомых, друзей, как вы думаете, есть такие люди? А, нет, нет. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Ну, конечно, не очень. А почему? Ну, не знаю, как-то вот уже с детства все-таки должна быть мама, папа, муж, жена, как бы семья. Традиционная ячейка общества. Я считаю, да. А среди ваших знакомых, друзей, близких нет людей с гетеросексуальной ориентацией? Нет, никого нету. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Ну, как бы, не очень, а с гетеро, да? А, с гетеро-гетеро, то есть натуралы, да? Я положительно к этому отношусь. Я против... Против гомосексуалов? Да, против гомосексуалов. Розовых девочек, как бы, я их не осуждаю. Это их, наверное, вот парней я очень осуждаю. Расскажите подробнее, почему осуждаете? Ну, это неправильно. Ну, то есть природа создала нас такими, какими мы есть, да? Мужчина и женщина, да? То есть начало и рождение. То есть рождение природы, рождение вселенной, рождение самого человечества. Поэтому должно быть все закономерно, как инь и янь. Черное и белое. Хорошо. А среди ваших знакомых, друзей нет людей с гомосексуальной ориентацией? Ну, если бы они появились, они бы стали бы очень быстро гетеросексуалами. То есть вы бы их переубедили? А я бы, наверное, повлиял бы очень хорошо на них. А смогли бы дружить с человеком гомосексуалом? Возможно, нет. Нет. То есть у меня свои убеждения, у меня все-таки свое воспитание. И отношение к жизни совсем немножко другое. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Ну, я бы сказала, знаете, наверное, грубовато, но скажу так. Не надо нам тащить этот запад сюда. Понимаете, все-таки это ненормально. Но есть эти общества, пускай где-нибудь держатся подальше от нормальных людей. То есть вы их считаете ненормальными? Да, я считаю ненормальными. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Отрицательно. А почему? Расскажите, пожалуйста. Ну, не нравится такое мне. Я за то, чтобы у людей была любовь, как говорится, мужчина-женщина. А такая любовь, она, мне кажется, полностью неравноценная. Нормальный ракурс? Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? С гетеронормально. Отношусь, да. Заметили. А вот не все замечают. Хорошо, тогда ответьте на вопрос, а как относитесь к людям с гомосексуальной ориентацией? Спокойно. У каждого свой выбор в жизни. В наше время, наверное, это как-то так. Может быть, какое-то самовыражение или еще что-то. Не знаю. Но это, скорее всего, отсюда зависит. Как вы считаете, нужно ли таких лечить людей? Или они вполне нормальны и заслуживают занять свое место в обществе? Лечить не надо. Они здоровые люди. Их, наверное, такие какие-то, может быть, скорее всего. Может быть, есть какие-то отклонения. Генетические, может быть. А может и нет. Может, это просто распущенность, разбаванность, что угодно. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Вопрос, конечно, интересный. Но никак я к ним не отношусь, скажем так. Мне это, скажем, это их выбор. Поэтому. Но не осуждаете или осуждаете таких людей? Ну, опять, мы все, скажем, в жизни делаем правильно или неправильно. Это их выбор. То есть, например, кто-то презирает, кто-то там кому-то не нравится. Но для меня это, то есть, мы все разные люди. Это его выбор. Вот, например, мужчина встречает женщину. Но он же ее выбрал правильно. Ну, эти люди, люди другой ориентации. Это их выбор. То есть, это его жизнь, скажем, он так решает. Конечно, скажем так, 70 лет жили мы, скажем, у нас были другие устои. Сейчас свобода слова, свобода действия и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, все, что я могу сказать по этому вопросу. А вот есть ли среди ваших друзей знакомых люди с гетеросексуальной ориентацией? Знакомых у меня таких нет. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Я толерантно. А среди ваших знакомых, может быть, друзей, есть такие люди, как думаете? Нет, только так приятели были, когда мы выезжали за границу. Там были, да. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Вы знаете, такой вопрос может с моей стороны только однозначно. Очень негативно. А почему? Ну, во-первых, эти люди, если не имеют такое свойство, к такому образу жизни, должны это проявлять в себе скриптность. Скриптность уже такое есть, и сознавать, что это недостаток для нашего общества. В целом, для Беларуси, для европейцев. А второе, если это афишируется, то это уже еще раз нездоровый образ жизни, нездоровый сам по себе человек. А вот среди ваших знакомых, близких, друзей нет таких людей? Я не встречал и не проявлялась у моих знакомых такого ощущения. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Нормально, хорошо. Ну, неправильно. А как вы думаете, есть ли такие люди среди ваших знакомых, близких? Да. Ну, знаю, есть. И хорошо относитесь? Да. Ну, а как иначе? Да по-разному бывает. Да нет, нормально. Ну, я как-то тоже. Ну, у меня среди знакомых нет таких, насколько я знаю, но как-то мне все равно, в принципе. Каждый живет как хочет, каждый занимается тем, что хочет. Поэтому, как бы, ну, у меня никаких таких негативных взглядов нет. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Ну, я отношусь, скажем, нейтрально, в том плане, что я, как бы, не против ничего. В общем, короче, положительно, наверное, даже больше. А вот среди ваших друзей, родных, близких, может быть, есть такие люди, как считаете? Есть. Подружая одна. И нормального сообщения, да? Ну, конечно. Это моя одноклассница. Мы с ней с садика вместе, даже, можно сказать, дружим. Хорошо. Абсолютно хороший человек. И никаким образом это не влияет вообще ни на что. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Ну, спокойно, это их личное дело. Как бы, меня это не волнует. А вот среди ваших знакомых, может быть, близких, родных есть такие люди? Да, у меня есть среди друзей, девочки. Очень хорошие, классные. Я даже не сразу поняла. Но, как бы, общаемся, дружим. Все, ну, как бы, то же самое, что и остальные, как бы, те же люди. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Положительно. Положительно. А почему? Ну, не все равно. Хорошо. А может быть, среди ваших друзей, знакомых, есть такие люди? Нет, нету. А если бы были, смогли бы дружить? Вряд ли. Думаю, нет. Так вы же положительно относитесь. Ну, все равно неприятно как-то общаться с такими людьми. Но относитесь положительно. Ну, да. Ну, не дружил бы. Ну, а так все равно не. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Нейтрально. А среди ваших друзей, знакомых, может быть, есть такие люди? Нет, либо они скрывают. А дружить смогли бы с такими людьми? Да, вполне. Среди знакомых есть. Дружите, общаетесь? Общаемся, но в силу того, что я немножко вращаюсь в нашей богемной тусовке модной, поэтому есть. Я вспомнила. Ну, в общем, вы положительно относитесь, нейтрально. Нейтрально, да, но точно никакого негатива, к этому я не испытываю.